Инвестиционная программа открытого акционерного общества Российской железной дороги в 2025 году сократится на треть, а инвестиции в реконструкцию БАМа и Транссиба рухнут сразу в пять раз по сравнению с нынешним 2024 годом. Деньги в основном будут тратиться на поддержание текущей деятельности и покупку локомотивов. Это не потому, что в России уже уложили все рельсы, которые собирались, а вот о том, почему, сейчас и поговорим. Здравствуйте! Сегодня понедельник, 25 ноября. С вами Максим Блант и «Свежая новость дня». Издание «Коммерсант» ознакомилось с инвестиционной программой открытого акционерного общества Российские железные дороги или попросту РЖД и пришло к удивительным выводам. В следующем 2025 году инвестиции в строительство новых железнодорожных веток, а также модернизацию и расширение существующих, будет практически остановлено. На реконструкцию Байкал-Амурской и Транссибирской магистралей потратят в пять раз меньше денег, чем в нынешнем 2024 году. Хотя, если вспомнить выступление Владимира Путина на последнем Восточном экономическом форуме, это главные инфраструктурные проекты, которые должны обеспечить российский поворот на восток, а параллельно затмить грандиозностью масштаба советские комсомольские стройки. Кроме того, практически заморожено будет строительство подъездных путей к российским портам в европейской части страны. Большая часть денег будет потрачена на поддержание текущей деятельности и закупку локомотивов. Все это как-то слабо сопрягается со стратегией разворота к Китаю передом, с расшивкой инфраструктурных ограничений, тормозящих бурный рост российской экономики, Да и срожденная не так давно концепция о том, что жесткая денежно-кредитная политика для потребителей, а мягкая бюджетная для производителей, которые при помощи государственных инвестиций и льготных кредитов вот-вот ликвидируют разрыв между спросом и предложением, тоже слабо уживается. Однако факт остается фактом. И дело тут вовсе не в саботаже тайных агентов влияния. Опрошенные коммерсантом эксперты указывают на высокую долговую нагрузку РЖД. Ему существующие кредиты обслуживать и рефинансировать непросто, а занимать на рынке под проекты, которые, скорее всего, никогда не окупятся, под нынешние проценты – прямая дорога к банкротству. Впрочем, как раз эту проблему еще можно было бы решить. Провернуть еще один трюк с длинными инфраструктурными облигациями, фондом национального благосостояния, пенсионными деньгами – тогда профинансировать можно хоть БАМ, хоть Трансиб, хоть дорогу от Пхеньяна до Лиссабона. Проблема в другом – не укладывать шпалы с рельсами. Не управлять локомотивами, не сидеть в диспетчерских в России сейчас некому. Острый дефицит кадров у всех, а война требует все больше людей. Даже с нынешним железнодорожным трафиком РЖД справляется все хуже, так что расширение на повестке дня не стоит. Впрочем, не исключено, что оно и к лучшему. Перспективы российской внешней торговли, которая сейчас сосредоточена в основном на Китае, радужными назвать сложно. Все, что можно продать, уже продается, и больше Китаю не нужно. А покупать больше валютная выручка не позволяет. Что до грандиозных планов зарабатывать на транзите китайских грузов в Европу, их придется в силу санкционных обстоятельств отложить до лучших времен. У меня же на этом на сегодня все. С вами был Максим Блант. До встречи. Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения, подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.